Дорогие друзья, сегодня мы работаем с паразонтами, и в этом нам помогает замечательная модель Маша. Сегодня мы создаем классический свет в фотографии, имитируем свет из окна. Вначале мы будем использовать большой паразонт, 165 см, с серебристой внутренней поверхностью, и будем использовать его на отражение. И сначала мы поставим его по классике, то есть под углом 40 градусов относительно модели и оси фотоаппарата. То есть верхний боковой свет, абсолютно точно светящийся шар, направленный в сторону модели. И у нас получается великолепная свето-теневая картинка, где работает хорошо и свет, и поддерживает этот свет классные тени. И давай мы возьмем в кадре все, всю композицию, и посмотрим, как это будет смотреться в кадре. И вот смотри, какой интересный портрет мы получили. Этот портрет точно в стиле Эни Лейбовиц, потому что фон, прочная работа на холсте, аксессуары введены в кадр, которые создают атмосферу и глубину кадра. И свет. Свет у нас замечательный, потому что мы направили его под углом 45 градусов, точно на модель. И у нас засвечено все, и голова, и руки, и ноги, и самый даже низ фотографии проработан у нас. То есть у нас получилась абсолютно интересная картинка, которую с удовольствием будет читать зритель. А теперь мы наш парабокс большой будем использовать немного иначе. Я располагаю его абсолютно сверху над модели. Но середина парабокса находится не над моделью, а модель находится с краю. Вот он край парабокса, и вот у нас модель. И обратите внимание, что я здесь не использую ни оттенители, ни отражатели. То есть нам самодостаточно работает бокс за счет того, что он большой. И мы имитация окна, классического окна делаем. И мы будем использовать только один источник света. Это нам будет достаточно, чтобы получить классический портрет. Давай посмотрим. И вот смотри, как у нас отработал край паразонта. Край всегда работает мягче, чем его центр. И вот мы очень мягкий, интересный свет жестким паразонтом сделали. И смотри, как у нас свет идет слева, абсолютно сверху вниз. Классно работает. Правую часть мы сознательно увели в тень, чтобы получить классический световой рисунок. А теперь мы посмотрим, как работает большой паразонт, который у нас диаметром 150 сантиметров. Который просветный, на просвет. Мы его будем использовать прибором LightMonts LA200. Довольно-таки мощным источником постоянного света. И смотри, как я располагаю наш зонт. Я свечу в зонт, внутреннюю часть зонта, нашим прибором. И сам зонт размечаю. Смотри, середина зонта находится выше головы модели. И чуть сбоку. И у нас получается верхний боковой свет. Если бы я поставил зонт прямо точно сбоку, то тень от носа у нас попадала бы прямо на щеку. А так тень от носа у нас по классике попадает в носогубную складку. И Маша у нас великолепно освещена. Я выбрал именно такой источник света, потому что он имитирует большой бокс. Большой бокс – это мягкий свет. Чем больше бокс, тем мягче свет. И, соответственно, детский портрет нам нужно сделать мягким. Но с небольшими-небольшими тенями, которые будут подчеркивать фактуру и объем лица. И отражаться в глазах. И таким образом мы сделаем мягкий, строящийся свет, имитирующийся свет из окна. И таким образом у нас отработает великолепно. Но у нас здесь получается небольшая тень. Чтобы эту тень убрать, я просто-напросто беру и ставлю белый отражатель, белую панель. Все. Тени у нас смягчились. Видишь, как великолепно мягкие тени. Я могу их убрать полностью, поставив точно сбоку. А могу чуть-чуть задвинуть, чтобы все-таки у нас свет прошел больше здесь. А здесь у нас свет, тень, свет. У нас будет шикарный объем. Мы видим великолепное, классное детское лицо. Правда? Да. Поехали работать. И обратите внимание, у меня сейчас зонт максимально выдвинут. И сам прибор у меня без какой-либо насадки. То есть он светит во все стороны. И, соответственно, у меня задействован абсолютно весь зонт. Если я надену какой-нибудь рефлектор на него, то у меня световой поток сузится. Пятно станет меньше, свет станет контрастнее. Если я хочу поднять контраст, я просто-напросто беру и зонт продвигаю чуть вперед. Все. Вот оно, пятно стало меньше. Но я выдвину на самый край, чтобы по детскому портрету отработать абсолютно мягким светом. Мы сняли замечательный детский портрет. А теперь мы попробуем оживить этот кадр. И будем использовать преимущество длинной выдержки. Потому что выдержка у меня получилась 1,2 секунды. Модель у нас будет стоять застывшая, а мы картонкой будем поддувать волосы. Волосы будут в движении, и они будут размазаны. И это движение волос будет чувствоваться в кадре. И вот теперь посмотри, какой портрет у нас получился с дуновением, с разлетом волос. Модель при этом должна стоять неподвижно. Потому что мы работаем довольно длинной выдержки 1,2 секунды. Модель стоит неподвижно, а волосы совершают движение, резкое движение. И они размыты. И это движение очень хорошо чувствуется в кадре. И мы убедились, что у тебя в руках очень мощный и довольно-таки простой инструмент. Ты всегда его можешь взять на выезд. Приехал, развернул, и у тебя есть шикарный, классный свет. И самое главное, свет этот позволяет ребенку двигаться вперед, назад, право, лево. За счет того, что он большой, у нас освещенность не так сильно меняется. И таким образом ты получаешь классный световой рисунок. Освой, и у тебя получатся классные, четкие фотографии. Маша, спасибо большое за отличную работу. Пока.